Тираспольская крепость Когда территория между Южным Бугом и Днестром стала частью российского государства, население, которое до сей поры защиту не могло рассчитывать и могло только саму себя защищать и очень много претерпело разного, конечно, отнеслось к этому безоговорочно положительно. 1792-й. Екатерина II издает указ построить крепость Срединную. Изначально разместить форпост хотели на излучный Днестра напротив села Миринешты. Но генералиссимус Суворов изучил место и пришел к выводу – есть опасность паводка. Тогда выбрали место повыше. 6 июля 1793 года крепость заложили. Крепость строилась быстро. Под надзором Суворова все это было. Вплоть до того, что когда замешкались с выделением средств для того, чтобы продолжить строительство, он выложил свои. Сказал, что он выложит свои 100 тысяч, продаст свои какие-то поместья. Ну и Екатерина быстренько недоработку эту восполнила. Постепенно крепость росла, а рядом будущий город. Заселялся быстро. Были ряд послаблений, которые позволяли людям быстро здесь обосноваться. Выделялись даже средства для того, чтобы они какое-то жилище строили. Они получили ряд послаблений и в налогах, и даже в призыве на службу военную и так далее. Срединная крепость соответствовала всем военным стандартам своего времени. На ее территории было много. оружие, а в случае нападения можно было выдержать длительную осаду. Это было послание. Россия пришла на берега Днестра всерьез и надолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова